Жизнь русских писателей представить себе невозможно. Мне просто кажется, что когда мы придумываем очередной курс, это идеальный вариант что-то убить. Знаете, как сейчас говорят? Знаете, как сейчас говорят? Я благодарен своим учителям, особенно двум. Учителю НВП и учителю истории. Потому что учитель НВП научил стрелять, а учитель истории подсказал в кого. Вот давайте все-таки констерлируемся на совершенно другом. Вот в Индии есть такое понятие, когда встречаешь мудрого человека, то это как будто беседа с человеком, у которого в кармане маленький фрагмент сандалового дерева. Ты вроде дерево не видишь, а аромат чувствуешь. Вот ценности семейной жизни и правильного воспитания должны быть распространены во всей школьной программе и в том, что происходит в обществе. Если мы пытаемся это сконцентрировать, один отдельно взятый предмет, никогда не сработает. Во-первых, дети это будут прогуливать. Я полностью согласна с вами. Мне просто кажется, что надо уходить от этой формализации. Вот это желание, вот так тынц. Слушайте, у нас убивали священнослужителей, и сжигали церкви люди, которые в церковь ходили принудительно в 19 веке, да, и в начале 20-го. Еще церковно-приказские школы заканчивали. Крестились каждый раз. И в 16-м году, там на Пасху, прям народу было сколько угодно. А в 17-м они уже все с красными бонтами и со штыками бегали. Это же трагедия страшная. Потому что там-то ушли формализацию, там-то ушли строим и давай. Вот нам бы этих ошибок не повторить, нам бы человека не потерять. Человека, вот уважение к нему, любовь к нему, осознание. Поэтому вообще надо все, знаете, все менять надо. Полностью согласна. И согласна с тем, что наши педагоги должны быть звездочками, действительно. Какие звездочки, слушайте. И звездочками, обязательно. Наши педагоги должны получать много и должны идти преподавать отличники. Это должна быть престижнейшая профессия с серьезным социальным пакетом. Не, ну тогда они и детям передают. Но там должен быть защищен, а то, что зайдет вот такой, и будет объяснять, как с его ребенком надо общаться. Спасибо вам большое. У нас есть замечания из зала. Можно я предоставлю слово? У меня просто сегодня вечером эфира нет. Нет, утром не было. Я себя чувствую недовостребованным, абсолютно в свободе. Знаете, хочется говорить. Ребенка кому отдавать? Мы будем защищать права русского мужчины забрать ребенка в Россию? Вот я именно про это и говорю. Нам надо возвращать назад домой. Надо? Почему? Потому что это наша страна. Иностранка. Ну да, это наша страна. Но мать это иностранка. Так что будет преимущественно? Российский паспорт или возможность у ребенка быть с мамой? Интерес ребенка где? Конечно, они будут с кем? Например, они говорят, когда, слушайте, ну да, она выскочила замуж, вот ей повезло, или он женился, ему повезло, но ребенок вырос там 5-7 лет, живет в иностранной среде. Вы его сейчас приведете в Россию, он ни одного слова по-русски ничего не знает, ничего не понимает. То есть мы априори будем говорить, все равно он наш? Наполовину будем разрубать свою половину сюда, остальную туда? Должны быть защищены интересы этого ребенка. А какие интересы этого ребенка? Мы сейчас говорим про традиционные ценности. И я про традиционные ценности, но традиционный интерес у этого ребенка где? Он вырос в иностранном государстве, он говорил на иностранном языке, у него все друзья там. Он привык к тому воздуху, к той еде, к той культуре. Он русский, потому что его родитель откуда-то приехал. Конечно, но мы суду изначально не доверяем, потому что он западный? Или мы говорим, мамаша очнулась, открыла глаза, увидела, за кого вышла замуж, и поэтому все назад и отдать ей ребенка? Но мамаша это уже один раз не туда посмотрела. То есть априори мы говорим, что он прав, потому что он русский? Но это тоже расизм наоборот. Извините за жесткость, но либо мы говорим о правовом поле, либо мы говорим, что нам наплевать на любой закон, но наши нас всюду обижают. Тогда это к Шойгу. Он приезжает в суд и все решается. Но лучше побыстрее. Простите за жесткость. У нас также присутствует Антон Васильевич Коробков-Землянский, руководитель пресс-службы российского радиоучрительного холдинга Европейской медиагруппы «Общественные деятели и блогеры». Прошу вас. Владимир Рудольфович, я бы ответил на ваш предыдущий вопрос как раз. Если лет 10, тем более 20-30 назад, говорить о том, что кто-то добровольно будет возвращаться в Россию с Запада, но это, может быть, только ухмылка бы вызывало. Мне кажется, то, что происходит сейчас, то, что мы видим в Европе, в Соединенных Штатах, в этом земном рае, через несколько лет, мне кажется, люди захотят ехать в Россию. И если мы говорим об интересах ребенка, то, конечно же, какой может быть интерес у ребенка, кроме как быть русским? Как я вас хорошо понимаю, будучи евреем? Русским евреем. Как товарищ Сталин, да. Грузин? Нет, русский, грузинской национальности. Но и глобально, что касается, собственно, вот того, о чем я сказал, мне кажется, говорить нужно не об идеологии, установлении какой-то идеологии в России, она у нас запрещена, да, по Конституции. Нам не хватает экспортной идеологии. Если, например, советский проект, это была экспортная, большая история, в которую поверило значительное количество наших международных партнеров, скажем так, да, в Африке, в Латинской Америке и так далее. То есть нам было, что предложить миру, и за нами шли. Может быть, мы ушли не туда, страна распалась, значит, все-таки этот путь был, наверное, ошибочным, либо мы как-то неправильно по нему шли. Но сегодня у нас большой кризис идей и смыслов. Непонятно, куда мы идем. Русский мир, он про что? Он для чего? Он для кого? И, соответственно, возникает вопрос у тех, кто хочет или может с нами сотрудничать в других странах, на других континентах. А вы про что? Нам для чего с вами быть? И, собственно, семейные ценности, о которых мы так часто говорим, в противовес каким-то западным ценностям. Хотя западные ценности еще недавно, Европа – это христианская культура, и западные ценности – это были христианские ценности, а не то, что мы сегодня иронично называем с улыбкой, ухмылкой, глядя на то, что происходит в Европе и Соединенных Штатах. Вот мне кажется, нам нужно двигаться в этом направлении, понять, кто мы и что мы, и это проговорить, озвучить, закрепить, если необходимо. Я работаю на радио, в песнях, наверное, как минимум. И плясках. Согласен с вами. И у нас на передаче постоянно мы пытаемся поднимать эти вопросы, обсуждать. И, конечно, важно, что и государство стало об этом говорить. Дискуссия стала очень активной. Когда обсуждали поправки Конституции, и тогда, наверное, впервые на таком высоком уровне зашла речь о том, вообще, кто мы и куда мы идем. Потому что очень часто, по крайней мере, последние годы, мы выстраивали себя от противного. То есть мы говорили, что мы не такие, как. Но какие мы, мы зачастую... Очень мяко. Даже как мне сегодня понравилось, когда мы говорили о детях, что такое образование, я вспомнил, к сожалению, безвременно ушедшего от нас, отца Дмитрия Смирнова, который блестяще говорил, что образование – это формирование образа. А образа по образу и подобию кого? Вот это же. Поэтому нам надо возвращаться к истокам. Что не популярно и не модно, но надо искать себя там, где потеряли. Спасибо.